Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня мы будем тонировать наши волосы. Я купила вот такую вот тонирующую маску от Estelle. И давно ее хотела затестить. И сегодня мы это сделаем. Что это за тонирующая маска? Вообще, я блондинка, да, и у меня желтоватые волосы. Всегда у блондинок есть желтоватые волосы, потому что снимается тонировка, смывается и снимается. Жидкостью для снятия тонировка. Смывается эта тонировка. И все равно исходно, если мы осветлились, у нас там желтый цвет. Поэтому все время блондинки тонируются. Я всегда в поисках чего-нибудь, чтобы затонировать. У меня хорошо тонируется длина, но не очень хорошо тонируется вот этот отросший кусок всегда. Поэтому я тоже ищу какую-то тонировку, чтобы она и длину хорошо тонировала, и вот это вот, и, может быть, корневую зону как-то делала красиво вот все вместе. У меня очень много идей для этого. Я уже нашла кучу всего, что хочу попробовать на своих волосах, естественно, с вами поделиться. Поэтому все это я буду снимать. На вот эту маску Estelle Newton я уже давно засматривалась. Впервые я увидела в одном магазине. Я говорю, ой, что это такое? У них там стенд стоял, все, да. Она говорит, это вот тонирующие маски. У них очень много разных оттенков. То есть у них не только синий там и фиолетовый, да, который убивает желудизну, а у них там светлый. Ну, то есть прям раскладка, как нормальная раскладка на этих, прям, этих красках. И я решила взять маленький. Единственное, что я в интернете почитала, где большой был бутилек. Вот у них есть вот такие, да, они. Я взяла номер. Сейчас, все, все, все у меня в голове. Сейчас, сейчас, все скажу. Короче, я взяла такой маленький, а еще они есть. Я здесь фотку прикреплю в баллонах таких. Вообще, я думала, что они только большие. Но там, где я покупала, девочка говорит, так у нас есть вот такие маленькие. У них больших не было. Она говорит, так у нас они есть, только вот такие. Я в интернете почитала, что там вроде эту маску надо держать 20-30 минут, а здесь написано в инструкции 7-10. Я говорю, да это, наверное, другая. А, время выдержки 3-10 минут вообще, представляете? В зависимости от желаемой степени коррекции цвета. Блин, ну я на все 10 подержу. В общем, цвет там был прикольный. Я его подбираю под свою лонда, которая буду скоро красить корни. Я тоже жду, чтобы она пришла. Я ее заказала, потому что ее нигде в наличии нет. В общем, 10-76 это немножко такой, он не фиолетовый, не синий. Он прям реально должен прибить вот эту вот желтизну и быть таким жемчужным. Вообще, я хочу жемчужный цвет. Он мне нравится больше всего. Можно немножечко, чтобы фиолетовый отдавал. Потому что, когда фиолетовый смывается, вот прям вот этот жемчик у получается. Очень красиво. Короче, 10-76. Еще подобных там есть цветов несколько, которые мне понравились. Но я взяла пока этот. Наверное, может быть, не знаю, половину израсходую сейчас. Или весь тюбик. Посмотрим. Применение. Использовать перчатки. Опачки. Значит, руки могут покраситься. Нанести на чистые влажные волосы. Для равномерного воспределения прочесать волосы гребнем. Время выдержки 3-10 минут. В зависимости от желаемой степени коррекции цвета. По истечению времени воздействия смыть теплой водой. Смотрите, еще в чем прикол. Я пользуюсь, да, бывает и шампунями, и масками. Все, что я до этого пользовала, я все-таки замечаю, что волосы сушит. Любая красящая тема, она сушит волосы. Здесь же маска, прям маска, понимаете. То есть, она должна еще и как-то питать волосы. Что-то с ними делать. И мне хочется найти что-то такое тонирующее, чем я буду поддерживать свою длину волос, да, красивым цветом. Но чтобы волосы были шалковистые, а не сушеные, не высушенные, не подсушенные, не сушились от этого всего. Вот, давайте посмотрим. Давайте я открою. Сейчас я пойду мать голову. Потом будем чуть-чуть их прям высушим и будем наносить. Даже, может, не высушим. Какой здесь цвет, посмотрим. Цвет здесь, как видите, вот такой вот прям фиолетовый. Так, сейчас я лицо свое тут уберу. Вот, вот такой вот он фиолетовый. Фиолетовый, сиреневый даже бы сказала, не очень темный. Ну, я, короче, не боюсь. 10 минут я выдержу. Все, пошли мыть голову. Блин, что же я наделала? Ай, я забыла вам снять волосы, да. Теперь надо будет как-то выкручиваться из этого. Ну, я там крутила вроде волосы вперед тогда, накидывала. Попробуем сравнить так. Блин, ну будете доверять, значит, мне. Что-то я забылась, я же не тру лицо полотенцем. А промакиваем вот так вот. А лучше салфеткой специальной. Ладно, так, все. Немножечко надо посушить волосы. Я мыла вот этим шампунем. Два раза помыла вот этим шампунем. И они прям такие скрипучие, что аж прям не расчесать, мне кажется, расческой без бальзама. Так что мы сейчас посушим и будем прям сверху наносить эту маску и прям под ней расчесывать волосы. Посушим не сильно, да? Может быть, там полотенцем достаточно? А ну-ка. Использовать перчатки, надо взять перчатки. А, на чистые влажные волосы написано. Так что мы не будем вообще их сушить. Вот так вот полотенчиком сделали и все. Сейчас перчатки найду и поехали. Вот они. Раз, два. Вы видите, какие у меня волосы просто. Дайте я попробую их расчесать своей супер-пуперской расческой. Что прям очень вот прям поверху гладит пока. Ох, не дерет пока. Ну, я расчесываю она так. Ну, хоть так, более-менее. Это же вообще... Вообще... Это нереально. Без всяких приспособ, пшикалок, вот это, бальзамов, масок мои волосы не расчесать. У меня еще батарейка садится. И что, успею я или нет нанести хоть это все делать? Попробуем. Перчатки. Главное еще не попасть тут. Везде у меня все светлое. Ну, поехали. Может, я его уже тестила? Я не помню. Да, наверное, весь мне надо будет. Еще я его тут экономить. Да? И вот так вот прям. Правильно же я делаю? Как-то его мало, мне кажется, даже здесь. Такие подсушенные. Оно же и впитывается по-другому. Если бы на мокренькие было бы лучше. Мне кажется, ни черта не будет. Теперь я его делаю сверху, видите? Чтобы сверху увидеть желтизну вот эту вот убранную. Бротылька упала. Вроде пока еще много его там. Кончики. Мне кажется, его легко можно носить без перчаток. Это что-то они преувеличили. Прям перчатки. Прям ничего страшного. Этот бутылочек стоит всего лишь 179 рублей. Поэтому, я думаю, такая тонировочка. Мне кажется, можно всю ее. А кто-нибудь помнит, я тестировала такую или нет? Или это было что-то другое? Да что ж-то бротылька падает-то все время. В перчатках неудобно крайне. Я просто переживаю, вдруг ногти покрасятся как-то. Так, еще чуть-чуть осталось. Запах такой, ну, не отвратительный, но как бы не похуже. Знаете, такое, что типа там вкусняшка какая-то. Да такой запах краски как будто отчасти есть. А прикиньте, я сейчас как покрашусь, а потом корни покрашу, осветлю. И вообще, черти что, получится разноцветная. Как неудобно в перчатках вообще выдавливать. Ой-ой-ой. Короче, теперь берем нашу расческу. Да, начинаем. Ой, господи, мой любимый лифчик. Бесит, зараза. Любимый лифчик. Вспадает. Ай, пофиг. Все, разделяю на две части. Сейчас буду расчесывать. Чтобы оно равномерно распределилось. В то же самое время возможность прочесать свои волосы. Ну, вроде вот сейчас желтого нету, да? Как мы начали красить. А вот сейчас, смотрите. Оно все как будто прибило чуть-чуть. Мы сейчас проверим. Что вот здесь наверху будет интересно. Я решила эту краску протестировать, ну, тонировку, маску, да? Протестировать до того, как я покрашусь. Несколько причин. Во-первых, у меня для осветления сейчас нити одни. Во-вторых, краску я только заказала. Она будет у меня через два дня. Вот. И в-третьих, как бы не факт, что мне понравится, и чтобы я потом смогла это как-то убрать. Может, я там почищу или смывочку сделаю. Но на мокрых вроде ничего. Смотрите, как прикольно вот здесь особенно, да, сравнялось все. Если оно вот так вот и сделает, то будет очень круто. И такой, представляете, холодненький цвет. Прикольно. Будет классно. Прям очень любопытно. Все, заворачиваю пока вот так. Вроде не написано было под теплом держать, да? Посмотрим, что выйдет из этого. Прошло 6 минут чисто по часам. Но до этого я с вами еще разговаривала, что-то там натирала, пока мыла руки. Еще уже 10 минут точно прошло. Но мне кажется, блин, мало. Почему 10 минут? Почему так мало? Мне вот интересно. Кто знает, почему не больше 10 минут держать? Если это маска и делает что-то хорошее с волосами, то можно подержать и подольше, правда? А что она там может затонировать сильно? Мне кажется, она сама по себе просто даже не сильного цвета. Даже если я буду такого цвета, это не страшно. Так, ну что у нас с волосами? Давайте еще порасчесываем пока. Пройдет еще 4 минуты по часам. И вообще с какого момента нужно это засекать вообще? С того, как ты полностью все накрасил? В краске там же тоже отсчет идет, тогда, когда ты уже накрасил все. И тогда ты отсчитываешь, правильно? И здесь тогда. В любом случае... Шалунита. В любом случае 10 минут уже прошло. Что на мокрых вроде прикольненько. Но все равно вот здесь желтовато, да? Где было желтовато? Ладно. Вроде что-то прикольное. Но на мокрых что-то прикольное. Пошла мыть. Помыла. Просто теплой водой. Девочки, волосы шелк. Сразу могу сказать. Просто пальцами вот так вот. Одно удовольствие. Волосы реально, они прям вот-вот классные. То есть маска супер. Теперь важно нам, затонировала она все-таки что-нибудь или нет. Сейчас у меня садится батарейка. Сейчас, наверное, выключится она. В общем, пока она будет заряжаться, я ее чуть-чуть... Пока я буду сушиться, она будет заряжаться, господи. Так, ну что? На мокрых волосах даже что-то прикольное, по-моему, да? Нет? Ну то, что было светлое вообще, оно прям фиолетовое какое-то тут стало у меня. Ну слушайте, что-то есть. Явно есть, я вижу сейчас. Я надеюсь, просто не будет контраста, что у меня будет здесь все-таки желтое, как и было. А тут затонировалось. Как следует. Короче, все, я пошла сушить волосы. Вас поставлю на зарядку. Ну что, я посушилась, девочки, посмотрите. Ну в зеркале я однозначно вижу, что покрасилась. И прям вижу цвет. Ну, смотрите, желтенький он остался, но он чуть прибился. Вот здесь вот. Чуть-чуть прибился, но он все-таки остался. Лучше всего затонировалась вот здесь светлая полоска. Я прям на ней пока сушила все это, все это время наблюдала. Прям такой фиолетовый сначала, а сейчас он прям такой беленький с холодненьким каким-то, да. Ну и по длине тоже оно притонировалось и как бы даже немного сравнялось. Вот, даже сравнялось отсюда до сюда. Но желтые остались. Вроде сильно не выделяются желтые. Они и так были желтые, блин. Но цвет прикольный, прибился, желтизна прибилась. Это однозначно я вижу лучше даже, чем с палет, с которым я в прошлый раз работала. Но там тоже была разница колоссальная до и после. И я это заметила только тогда, когда я начала снимать видео на своем привычном месте. Я включаю лампу, включаю вот эту камеру и просто вижу, что у меня мой любимый цвет. Вот этот платина был, который в прошлом видео я вам здесь прикреплю. Где я чистила блонд свой аспирином там и глубокой очистки и все такое, да. Вот, но это мне тоже очень нравится. Я вам так скажу, что круто, классно. И вот если у меня будет цвет вот такой, да, я сейчас собираюсь, собираюсь краситься, блин. Тоже экспериментальное такое видео, страшненько мне немножко. Но мне нравится. Во-первых, самый прикол и плюс это в том, что классный бальзам, да. Хотя, может быть, это дороговато получается на один раз, 179 рублей, да. Вот, ну, может быть, если так пользоваться, можно его и растянуть. Если не так, как я делаю, да, на сухие прям волосы. Просто помыл, как бальзамом. Может, бальзам не столько много тратим. Мы могли бы и на два раза его растянуть. Тогда было бы нормально. И, может быть, не каждый раз даже еще тонировать волосы. Поэтому в целом мне очень понравилось. Там куча оттенков, с которыми можно экспериментировать. И они быстро будут смываться. Ну, посмотрите, какой красивый. Вообще. Мне нравится. А главное, волосы их красивые. Ну, и что скажете? Вы заметите? Как я там? Я там показывала. Вот так вот стояла. И вот так вот раз. И волосы вот так сделала. Вот. Ставлю сюда кусочек этот. В общем, посмотрим, что получилось. Вот сзади. Если кто-то помнит мои волосы, вы наверняка тоже заметите. Сейчас я не переодевала кофточку. В прошлый раз я переодела кофточку. Начала снимать в одной кофте, а заканчивала в другой. И поэтому мог поменяться оттенок на камере. Она же тоже фиксирует всякие цвета. И будет много светлого. Там она затем засветлит. Будет много темного. Она там что-то еще сделает. Короче, поэтому там чуть-чуть цвет поменялся. Сложно было. Вот сейчас я ничего не делала. В общем, вот такая красочка. Но мне понравилась. Честно, понравилась. Так что я буду еще покупать. Но у меня еще есть одна тема, которую тоже хочется затестить. Короче, я все это потихонечку делаю. И вот сейчас я добралась до вот этой маски. И я довольна. Да классный цвет. Классный. Видно, что он холодненький стал. Видно. Еще раз сделать. И вообще будет. У меня даже такое ощущение, что он немножко не холодный, а чуть бежий как бы. А, по-моему, там и назывался. Слушай. Он назывался, по-моему, еще цветом другим. Он пепельно-коричневый, по-моему, назывался. Прикинь. А я смотрю, я забыла. А я смотрю, что он как будто в беж какой-то еще, знаете, ушел. То есть он холодный и еще бежевый. Вот что-то такое, мне кажется. А сейчас вспоминаю, по-моему, именно этот цвет был пепельно-коричневый блонд. Надо посмотреть. Вот! Светлый блондин коричнево-фиолетовый. Вы прикиньте. Четко. Четко. Да. Красивый цвет. Мне очень нравится. Напишите, кто пользовался. Что у меня вот тут. Тут у меня желтее волосы. Мы в основном вперед, видите, все с вами наносили. Поэтому здесь у меня такое непонятное. Еще и тень падает. Но в целом нормальный. Тень падает, да? Смотри. Он, кажется, здесь желтый. А вот так его вытаскиваешь. Ну нет, чуть желтее, да? Пойму. Мне тут холоднее. Короче, вы поняли, да? Оттенки у меня разные. Оттенки разные. Кто-то мне все время пишет. Селена, какой ты краской красишься. Какой красивый цвет. А у меня все... А я-то знаю свои волосы. Че, да как, какие-то косяки. А я все хочу другой какой-то цвет. Другой оттенок. А всем нравится мой оттенок. Все время спрашивают, чем я крашусь. Мне кажется, это наше девчачье такое. Так, ладно, все. С этой краской, с этой бальзамом, тонировкой мы поняли. Классный, да? Пишите, кто-нибудь пользовался таким или нет. И, короче, пишите свои отзывы. Ну и как вам результат, тоже пишите. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok